Олег Булеков Новый глава администрации Рязани Депутаты Гордумы большинством голосов выбрали сити-менеджера Город мастеров Или как удается сохранить места для продажи изделий народных умельцев Будь сильным и расти большой Как ситуация на валютном рынке отражается в Рязани Ну а теперь обо всем подробнее Сегодня стало известно имя главы администрации Рязани Им стал заместитель представителя областного правительства Олег Булеков Напомним, что в прошлую пятницу претенденты на должность сити-менеджера Выступали перед конкурсной комиссией со своими программами по развитию города А в понедельник прошло еще одно заседание комиссии по проведению конкурса Закончилось оно рейтинговым голосованием По итогам которого большинство голосов получил Олег Булеков В основной повестке заседания Рязанской городской думы Стоял единственный, но значимый вопрос Депутатам предстояло выбрать из трех кандидатов Нового главу администрации областного центра Напомним, что претендентами являлись Зампредседателя правительства Рязанской области Олег Булеков Советник ректора Рязанского государственного университета Александр Селиванов И председатель городского отделения союза десантников Александр Очалов В итоге депутатского голосования большинство предпочло Олега Евгеньевича Булекова Нового сити-менеджера Рязани с назначением на должность Поздравил и председатель регионального парламента Аркадий Фомин За время нашей совместной работы Мы вместе в областной думе принимали законы Работали над стратегией социально-экономического развития Рязанской области Над бюджетом Рязанской области И в этой работе мы проявили себя как замечательный организатор Как высокий специалист в своем деле И я уверен, что сейчас перед вами стоит непростая задача Но у вас есть все для того, чтобы сформировать эффективную команду Глава Рязани, председатель Рязанской городской думы Андрей Кашаев Назвал выбор депутатского корпуса разумным решением Олег Евгеньевич очень хорошо зарекомендовал себя на посту Заместителя председателя правительства, министра экономики И эта управленческая деятельность была очень эффективной И действительно тот потенциал, которым он обладает Считаем, что этот потенциал будет эффективно использован на благо нашего города Могу от себя добавить, что мы работаем в очень тесной связи с правительством Рязанской области Мы настроены на очень плодотворную работу с администрацией города Потому что у нас жители города, которые действительно должны ощущать комфортно себя, спокойно, надежно И это во многом зависит от власти, различных ветвей власти Олег Булеков уже в должности главы администрации Рязани обозначил основные направления своей работы Безусловно это развитие экономики, безусловно это дороги, это наши дворы и безусловно социальная сфера От этих направлений, наверное, еще они были и остаются всегда стратегическим направлением любого развивающегося города Наш город развивается, я думаю, что и с структурой администрации, может быть, обновленной администрацией он будет развиваться более динамично Олег Булеков также сообщил, что серьезных кадровых перестановок в первое время он производить не будет Кардинальную структуру я сейчас менять не собираюсь Мне надо разобраться, посмотреть отдельно по блокам, посмотреть работу муниципальных учреждений И по ходу мы будем потихоньку менять эту структуру, то есть каких-то революций я делать не собираюсь Буду работать с тем, что сейчас есть, но потихоньку, приводя, уже после того анализа, который я проведу, оценю, буду менять тогда структуру Но это будет не так быстро Кстати, на нынешнем заседании Гордома депутаты согласовали назначение на должности замглавы администрации Рязани Ларису Крахалеву И начальник аппарата администрации Николая Димко И еще Олег Булеков заявил, что основу в успешной работе видит в тесном сотрудничестве со всеми политическими партиями, представленными в Рязанской городской думе Вот что известно про нового городоначальника Олег Евгеньевич Булеков родился 4 июня 1975 года в Рязани В 1997 году Московский университет потребительской кооперации по специальности организации коммерческой деятельности и товароведения В 2008 году аспирантуру Российского университета кооперации По окончанию учебы остался работать в университете С 1996 по 2003 год занимал различные должности От председателя студенческого профсоюзного комитета до проректора по работе с молодежью и социальным вопросом В 2003 году перешел на работу в Центральный союз потребительских обществ Российской Федерации на должность заместителя начальника управления кадров и оргмассовой работы Затем работал заместителем управляющего делами и управляющим делами Центра союза Российской Федерации В июне 2008 года назначен на должность председателя комитета по развитию предпринимательства потребительского рынка и услуг Рязанской области В 2010 году занял пост министра экономического развития и торговли Рязанской области Летом 2013 года назначен на должность первого заместителя председателя правительства, курирующего финансово-экономический блок Новому городоначальнику предстоит решать довольно многочисленные трудности и хозяйственные проблемы Одна из них – это места в детские дошкольные учреждения Кстати, на прошлой неделе произошла смена сайта для записи в детские сады Чиновники администрации тогда сообщили, что это не повлияет на горожан Ведь 17 декабря запись будет работать на общероссийском портале госуслуг Записать ребенка в детский сад – процедура долгая и не терпящая отлагательств Несмотря на то, что по региональному центру очередь в дошкольные учреждения закрывается Это не прибавляет молодым родителям энтузиазма Собирать всевозможные бумажки, квиточки и справки Стоять в многочасовых очередях, толкаться в узких бюрократических коридорах Одна только мысль обо всех этих прелестях жизни бросает молодых родителей в дрожь Современные реалии обеспечивают граждан наиболее удобными способами подать заявление на прием детей в садике С 1 января 2015 года электронная услуга «Прием заявления о зачислении в муниципальное образовательное учреждение» Реализующая основную программу дошкольного образования А также постановка на соответствующий учет в Рязани Будет оказываться через единый портал государственных услуг Наверное, средства массовой информации неправильно нас поняли И написали о том, что очередь в детские сады вообще прекращается и больше не набирает Вот для того, чтобы исправить эту ситуацию, мы давайте дадим информацию Итак, по указу президента единый портал государственных услуг создается в России С 1 января это окно, единое окно для подачи документов через единый портал создается Для удобства граждан в первую очередь В том числе и прием заявлений в дошкольные образовательные учреждения Для граждан, в принципе, ничего абсолютно не меняется Заявления, как подавались в МФЦ по прежним адресам, так они там же и подаются Заявления сдаются, а дальше уже МФЦ обрабатывает эти данные, как всегда, и размещает в очереди ребенка Утро среды встретило рязанцев пристранной картиной Фасады зданий некоторых банков более не освещаются вывесками, на которых обычно указан курс продажи и покупки валют Зарубежные деньги в переводе на отечественные рубли стоят за облачные суммы Доллар без копеек 73 рубля, евро догнал 100-рублевый рубеж В некоторых филиалах валюту сегодня не купить Сообщается, что ее привоз из Москвы ожидается в ближайшее время Как сообщает интернет-издательство Витсбоку, в Рязани сейчас американская валюта пользуется большим спросом, нежели европейская Будем надеяться, что потребности наших граждан в скором времени будут удовлетворены Ну а иностранные банковские билеты, скажем так, усмирят свой аппетит Присоединимся к возгласам простого россиянина Рубль, расти большой, мы в тебя верим Впрочем, невзирая на экономические трудности, жизнь не останавливается на месте О поддержке и сохранении уже существующих рабочих мест нельзя забывать никогда Особенно, когда речь идет о традиционных народных промыслах Раньше автомобилисты, следовавшие по трассе на Москву или обратно, недалеко от села Высокое, могли наблюдать хаотичный рынок Здесь продавались как изделия народного промысла, так и товары заводского производства Различные резные фигурки, керамические кувшины и тарелки, самовары или теплую одежду можно купить и сейчас Продавцы около месяца назад переехали в недавно построенные крытые павильоны И называется теперь этот рынок город мастеров Торговый комплекс возведен силами инвестора Однако, по мнению зампредседателя регионального правительства Шуката Ахметова Это хороший пример так называемого частного государственного партнерства Ведь когда изначально наши продавцы керамики продавали вдоль дорог, было принято решение, были судебные решения о силовом сносе всего этого рынка Но мы понимали, что все-таки продаются здесь в основном изделия скопинской керамики Это рабочие места здесь, свыше 100 человек были заняты и заняты сейчас на процессе торговли Люди зарабатывают, люди кормят членов своих семей, поэтому все-таки мы выбрали тот вариант, который сейчас осуществляем Ну и второе, естественно, мы думаем, что наши торговцы будут добросовестными налогоплательщиками Предполагается, что этот рынок станет местом, где народные умельцы смогут продавать свой товар Кроме того, павильоны рынка уже стали и культурным местом Здесь начал действовать музей керамики и фарфора Я думаю, это будет как раз продолжением музейного маршрута Люди будут ехать из Константинова, там будут наслаждаться поэтичностью наших мест прекрасных И сюда, проезжая сюда, это как бы продолжение, на той же волне вдохновения они будут смотреть все эти комплексы наши Безусловно, создание такого места, где рязанские мастера могут реализовать свой товар Это необходимые условия для сохранения традиционных народных промыслов Впрочем, пока у продавцов таких изделий остаются сомнения насчет успешности проекта Прежде всего, надо решить проблемы с подъездными путями Потому что сейчас поток посетителей заметно уменьшился Подтверждает это и зампредседатель областного правительства Шукат Ахметов Он сообщил о дальнейшем развитии города мастеров Здесь, возможно, вскоре появится несколько объектов инфраструктуры для привлечения покупателей Это автозаправочная станция и ресторан Работники Рязанского нефтезавода сообщают о вводе в эксплуатацию нового здания Центра экологических исследований Он позволил свести воедино сразу пять лабораторий, ранее разбросанных по территории предприятия Теперь специалисты смогут круглосуточно следить за качеством воздуха, воды и почвы Для предупреждения и снижения воздействия на окружающую среду Рязанская нефтеперерабатывающая компания ввела в эксплуатацию новейший Центр экологических исследований Новое двухэтажное здание вмещает в себе несколько лабораторий, располагаемых ранее на территории предприятия Новая лаборатория оснащена самым современным и высокоточным оборудованием Благодаря которому специалисты Центра в режиме нон-стоп проверяют экологическую обстановку Экологическая лаборатория в первую очередь это инструмент, который позволяет нам понять текущее положение дел В данном случае она располагается практически в Южном промоузле То есть мы говорим, что это наш индикатор загрязнения воздуха, воды и грунтов в Южном промоузле Мы можем получить все необходимые анализы по требуемым ингредиентам, которые зарегламентированы в наших документах По Южному промоузлу Еще раз говорю, это три категории – воздух, вода и загрязнение грунтов При проектировании здания экологического корпуса был учтен передовой опыт отечественных и зарубежных специалистов РНПК осуществляет переработку нефтепродуктов непрерывно, а значит и экологические исследования должны вестись круглосуточно Если что-то мы обнаружим не так с точки зрения превышения допустимой концентрации по загрязнению И как самый, наверное, животрепещущий вопрос – это превышение загрязнения по воздуху Происходит непосредственная реакция Непосредственной реакцией мы получаем информацию в режиме онлайн С посредством различных способов мобильной связи Дальше мы должны отреагировать на то, что мы с вами получили в качестве загрязнения И первое – это понимание причин источника загрязнения Если вопрос настолько серьезен, то мы должны в первую очередь просигнализировать о том, что как таковое загрязнение произошло, потому что население должно знать и соответственно реагировать Но эти, наверное, вещи уже будут относиться к чрезвычайным ситуациям, до такого мы не доходим, допустить в принципе не можем Региональное правительство и руководство РНПК давно обсуждают совместные шаги по улучшению экологической ситуации в Южном промузле Данные, полученные у лаборатории РНПК, направляются в профильные госструктуры Знаниями и возможностями лаборантов нефтезавода пользуются и Министерство природопользования Это был завершающий нашу программу видеоматериал Далее в эфире программа подробности Гостем студии стал Сергей Север Беседа в студии пойдет о новой авторской книге, посвященной христианским святыням «Христианская Италия» А на сегодня это все До встречи в эфире программы «Время говорить» До свидания Редактор субтитров А.Семкин